Добрый вечер! Добрый вечер! Ты согласилась рассказать о себе? Можешь представиться? Меня зовут Вика, я бывший пациент, с гордостью говорю бывший, этой клиники. Вот пришла увидеть врача, сказать спасибо этой клинике, этим врачам, и особенно Виталию Ивановичу. А какой стаж у тебя был в приемах? В системе 13 лет, в жесткой системе 13 лет, это два раза в день как минимум, ну а так 15, начало это же было. А в трезвости? В 2017 году был 15 лет, как я уже в трезвости. Скажи, пожалуйста, вот ты можешь сейчас вспоминать о тех временах, для того, чтобы слушающим пациентам было понятно, с какой проблемой ты столкнулась? Для тебя это не сложно будет сейчас рассказать? Ну, сначала, думаю, будет сложно. Но если хоть одному человеку это поможет, просто хоть одному, то я готова рассказать, показать, что есть. Есть все-таки неправильное мнение, что бывших наркоманов не бывает, бывает. Главное, это желание и такая помощь таких врачей, я думаю, все получится. Вот с чего все началось? 13 лет. Да началось, начиналось, было все прекрасно, хороший, энергичный, энергии было столько, энергичный ребенок, куча спорт, и ты один, второй, третий. Звезда очень симпатичная была всегда, поэтому всегда была куча женихов, куча внимания. В общем, столько энергии, вся такая жизнь прекрасная, видимо, мне что-то в этой жизни не хватало. А как ты сейчас с высоты своего трезвого полета оцениваешь, что вот эту молоденькую девочку, которая все успешно, 13 лет, все-таки подтолкнула к этому? Не просто так, что пришел молодой человек и говорит, на, употреби. А что-то вот в головке, что было, что за мысли? Вы знаете, мне было все интересно. Вот всегда все очень любопытное было, поэтому я думал, во-первых, тогда вообще нигде никаких плакатов про наркотики, ни в школах, ни о чем, нигде это не говорилось. Я думал, например, я тогда считал, что есть только за границей наркоманы, у нас их нету. Это показывали там за границей, там может быть, у нас нету, потому что никогда этого не видел, не сталкивался. И поэтому, когда он мне предложил, мне был только интерес, мне ничего не отпугивало, мне никто не говорил, что это плохо, какие могут быть последствия, как это все может вообще закончиться. Никогда это и одни словами, и духом я. А вот первый раз я увидела шприц и узнала о наркомании, это вот мой друг, при том я видела, что когда он это, первый раз, когда он употребил, меня как-то напугало, что это себе колет. А вот увидела его прекрасное настроение, возбуждающее такое игривое настроение, думаю, наверное, человек испытывает, как это все кайфит. Ну, просто было интересно. Что ж он там испытывает, что это за... А для тебя что-то надо было за ощущения первые, вот эти... Необычные. Ощущения полета, ощущения... Знаете, даже исполнить сейчас, мне тяжело как-то после лечения Виталия Ивановича, мне тяжело передать вам... Когда закончилось это ощущение, что вот такое счастье, да? Очень быстро. Через полный день. Такое ощущение. Вы имеете вот одного укола или... Да, да. Ну, потому, ну, как вам сказать... Ну, ну, то ощущение есть, хочется его еще укололся, допустим, там, какие-то полдня, час-два. Ну, смотря чем, сколько там употребил. Оно-то ощущение полета, розовые очки действительно такие есть. Ничего не болит, куча энергии. Я двигался, выдвигался, я что-то делал и делал. Оно проходит, трезвым как-то становится неинтересно. Во-первых, когда оно отходит, получается, какие-то, ну, вот организм что-то потерял. Знаете, заряд энергии потерял. А вот ты говорила, ну, была очень способная, многое удавалось, занималась спортом. Рисовала, пила. Было много, много тех, кто ухаживал. А как твоя жизнь изменилась после того, как ты познакомилась с наркотиками? Знаете, я этого, к сожалению, не заметила переменной большую. У меня наркотик, у меня больше к нему, как он хотел, он этого и добился. К нему больше при... он знал, где купить. Я молоденькая, мне никто этот наркотик не продавал. В 13 лет я еще не знала, где его взять. У меня были интересные ощущения. У меня я там опять взял какие-то мамы денег, мне давали тогда их спокойно, свободно. Ты понимала, что эта проблема и скрывала от мамы, от других подруг? Я не понимала, что это проблема. Ну, ты же не хвасталась? Не хвасталась, боже. Я скрывала и в школе. А почему скрывала? Ну, потому что, наверное, все-таки догадывалась, что наркотики это плохо. Догадывалась, думаю, таки, да. Ну, скрывалась, потому что наругали. И с подругами не делилось об этом? Нет, не делилось. Нет, поделилась с подругами. Потом не делилось долго, но потом прекратились деньги, у нас не стало негде бродить. Это сколько лет? Ну, это уже, будь я, это мы уже в училище ходили. То есть, в 15 лет ты почувствовал, что ты в этом веществе нуждаешься, но у тебя нет на него денег? Да, да. А что было тогда с этим молодым человеком, который ухаживал? Как что? Мы были уже вместе, зависимы от этого наркотика. Мы уже вместе одним мозгом думали, где взять деньги, куда себе ухаживание. То есть у него тоже их не было, да? Нет, конечно. А как потом складывалась жизнь? Как вот постепенно, постепенно ты оказалась в той яме, из которой... Ну, знаете, поначалу и меньше наркотиков надо было, и меньше денег надо было, а потом все больше и больше. И, как оказалось, я, видать, больше талантливее достать деньги, чем он. Он вообще практически сидел дома, я лазила и по карманам в троллейбусах, и по квартирам в форточке, и на базарах. Воровала с прилавков это все как могла. То есть и на себя, и на его, да. Помнишь этот момент, когда мама узнала о том, что... Как она реагировала? Что там? Мама, видимо, тогда, когда она узнала, она тоже не подозревала, насколько все серьезно. И я ей просто сказал, она увидела проколы на руке, спросила, что это, и ее там все... Сколько тебе было лет, когда она это увидела? Ну, вот это было 12, наверное, или 13. Да. И я сказала ей, что это пошутили, это кто-то не сказал, диметрол какой-то, сводочечный, в общем, я не такой. Типа того, что она плела. Какие-то препараты медицинские, там, укололись, просто для того, чтобы какие-то другие ощущения почувствовать. Я до последнего сопротивлялась, что это там наркотик или еще что-то, или еще что-то. Но, видать, знаете, тоже не очень так, что помню, но она не очень сразу придала этому значимость, что это настолько страшно. А потом я, когда уже раз она увидела, я понял, что тут колоться не стоит, центральные вены. Я перешла на колоть какие-то где-то там задние, прятать, прятать. То есть мама чуть-чуть упустила момент, упустила. Когда она стала бить тревогу, и она стала испытывать вот настоящую материнскую боль за дочь, которая наркоманка. Ну, когда она уже начала бить тревогу, это когда я уже пришла на кумаре домой и сказала, давай мне деньги. Да, и все. Сколько было лет? Ну, это уже, наверное, лет 15 или 16. Ну, как раз уже училище, да? Да, уже кумар был сильен. То есть это через два года примерно? Два-три года, но очень быстро. Во-первых, нам легко тоже доставался поначалу наркотик. Мало кто видел, что такие. У него родители, вернее, жил с бабушкой, дедушкой, были при финансовом плане нормально. Поэтому было, что продать, и так это все увалировать, и брать деньги, и что еще это не по карману им сильно особо не било. Потом уже года два-три они уже запаниковали. И его родители, бабушка с дедушкой, и моя мама. Моя мама уже когда узнала, я уже была на кумаре, я уже ей сама призналась, что да, есть такая проблема. И мы легли наркодиспансер. И вот как первый раз туда как попала, так еще и 27 раз там и побывала. 27 раз знаю точно, потому что это мне доктор, которому я приходила уже, когда бросила после вашей больницы, пришла туда сняться с учетом, потому что покупала машину, она была на право сдавать. И он просто сам посчитал, сколько раз там живет, 27 раз я там безэффективно промучилась. Можно сказать, сбивала дозу. Вот так вам скажу. То есть первый раз никакого эффекта, второй раз и поедет туда, ложилась, естественно сбивать дозу. И примерно в каком году было принято решение, что нужно все-таки сюда ехать? Это даже не было мной принято, это так все. Говорит, мама, говорит, Боженька помог. Я уже, мы куда только не ездили, мы про эту больницу не слышали, не знали, вернее. Не то, что даже, я просто не знаю. Я там слышал, кто-то где-то сказал, но я уже относился, понимаете, уже многих. 27 лет, 27 раз наркодиспансер. Разные центры, бабушки, дедушки, шубцуны, заговорщики, вот эти разные способы, какие города они ездили. Ты каждый раз ездила не по своему желанию, да? Ну, как вам сказать, вроде бы и было желание. Ну, только я туда, это пока я уколюсь, у меня было желание. Тем более меня это стимулировали всегда. Давай, ты там сейчас, мне же, если туда едем лечиться, купите мне наркотик, мне туда надо доехать под наркотиком, чтобы, ну, думаю, там врачи вылечат, поэтому мне всегда это стимулировалось каким-то наркотиком, туда проезжало. Думаю, там как-то кумар мне перебьют, выйду и... Ну, да, кумар снимал, абстиненцию снимали, а зависимость в голове оставалась даже была еще. Как она проявлялась, это зависимость? Вот какие мысли были? Мысли? Даже не знаю, как вам передать. Это вот так вот открываешь утром глаза в больнице, и тебе ничего не болит, у тебя вроде ничего нет, а ты уже думаешь, там, так, это там сейчас, там стоит тот товарищик, так, я возьму деньги, там, да я не знаю, каким образом запрограммирован этот мозг, как оно работает. Хотя физически нет. Физически никаких ощущений плохих. Просто наплыв. Просто эмоционально в голове, как вроде кто-то сидит в голове и тебе говорит, так, езжай, давай, уже выходи в больницу, уже дозу сбила, пора, давай. Поехал, там стоит товарищ, вот там я возьму деньги. Это уже все заложено, он постоянно, мозг работает только на это. Ну, близкие мамы говорили, зачем, Вика, зачем ты это делаешь? Что ты отвечала, какие у тебя мысли были ей? Знаете, я ничего не отвечал. Я когда потребовала деньги, я психовал, я даже грубым могла движением это двинуть маму от двери, украсть, забрать у нее там, ну, как забрать, знаете, там, он насильно не сопротивлялась, похоже, забрать, взять деньги, это двинуть ее грубым этим, и пойти у колодца, и когда уже идти обратно, расплакаться, пожалеть маму, подумать, как же это я, какая я сволочь, но только на обратном пути, понимаете, когда нету ломки, и когда под кайфом, тогда уже жизнь на другу по-другому на жизнь смотришь, и тогда все кажется по-другому. Приходишь, просишь маму, там согласна на все лечения, мама, помоги, я сама не справлюсь за это, все до утра, пока прет наркотик. И наиболее непрерывно, это вот какой промежуток времени, ну, например, непрерывно, это значит каждый день, через день, в течение месяца, в течение года, в течение пяти лет, вот непрерывность какая была? Употребляла? Да. Да, я все эти употреблял, и каждый день? Конечно, и по два раза в день, и по три, и по десять раз в день. А максимальная доза? Максимальная доза? Да, шерки, да, вы знаете, как вам объяснить, когда мы свой мак ездили по селам, набивали полные пати бинты в багажнике маком, смачивали бинты, и эти были метровыми бинты, то есть, как вам сказать, какая доза? Очень крутая была, заходила до того, что... Десять, двадцать. Ну, если цыганской шерки, то это может быть и тридцать, просто мы выпаривали это, и делали с них три куба, понимаете, но насыщенность, концентрат был такой, как, допустим, цыганская 30, чтобы продажа продается. Так что я вам так точно дозу сказать, ну, очень большая доза, потому что каждый день, ну, надо все больше, и больше, и больше, и больше уже наркотик. Хотелось бы, чтобы оно уж как-то, понимаете, очень быстро прошел этот эффект кайфа розовых очков, уже надо было больше наркотик, чтобы жить, шевелиться, чтобы покушать, чтобы поспать, чтобы выйти на улицу, просто надо было наркотик. А чтобы уже что-то, какой-то кайф еще получить, надо было еще больше дозы. А ну как увеличишь, увеличишь. Вроде да, поначалу оно и это, в общем, с каждым днем она все росла, росла и росла. Как ты считаешь, ты вот вот этого наркоманского дна почувствовала внизу? Знаете, вот когда дошла до наркоманского дна, когда дошла до той черты, вот туда я попала к Виталию Ивановичу. А что это было, дно избили, или то, что ты переступила через товарища, что для тебя явилось дном? Дном, это когда уже я вставала, и, понимаете, мне уже не расчесываться не хотелось, вот как торчали волосы. Ну, я капюшончик сверху натянула, а так и пошла до цыганика, понимаете, вот почему я встала в тех штаниках, пришла вечером наколотая, в этих штаниках заснула, в тех же штаниках проснулась утром, понимаете, в этом же кресле сидя, и пошла за наркотиками. А с мамой что в это время происходило? Она жаловалась на здоровье? Вы знаете, если честно, то окружающие вокруг меня люди, ну, мало, даже мама моя, к сожалению, меня мало интересовала, что они испытывают. Я понимала, что они мучаются, я видела эти слезы, там, истерики, драки. Она разными путями пыталась, и по-хорошему, и по-плохому, истерить. Ну, если честно, ну, я особо не трогал. Только люди, когда под наркотиком, там, какая-то жалость. Ну, ты же понимаешь, просто уже сам что-то... И все же сюда же приехали, даже ты очень страшное состояние описываешь, когда все безразлично. Безразлично уже стало до того стихии, у меня уже наркотик лежал в холодильнике, не нравится руководство. То есть это, получается, благодаря близким? Да. Если бы не сдалась моя мама, очень многие родители моих, так называемых, товарищей, отказались от своих детей, и тем самым они погибли. То есть они их, ну, раз полечили, два полечили. Ну, последовали вот этим рекомендациям. Да, нет. Оставь, пусть сам выберет. Да, да. Или-или, знаете. Вот они их оставляли, ну, уже все надежды у них на выздоровление потухли, и они бросили, опустили руки, как говорится. И очень быстро ихние дети, они их просто закопали. Но моя мама на это не сдалась. Я уже сама в себя не верила. Вот она верила в меня, а я уже понял, я уже дошла до той, вы говорите, черты, да, дошла до той грани, я глянула на себя в зеркало и поняла, что даже если я брошу колоса, этот скелет, обтянутый шкурой в этих всех шрамах, просто никому не нужен. Ну, не сможет организм выбраться. Вы знаете, я уже не могла не дышать. Я не представляла себе, как без наркотика я выйду, вообще мое существование. Ну, я на себя думал, мы всю жизнь не вдвоем прожили. У нее была только я, а у меня была только она. И все, поэтому я уже дошла до той черты. И когда уже моя мама ездила мне за наркотиком, у меня наркотик лежал в холодильнике, у меня уже просто его негде было колоть, некуда употреблять было, некуда уколоть даже. Вот садишься и платишь, знаете, даже наркотик есть тебе, его купила мама. Вообще, представляете, такое слушается, тебе привезла мама наркотик. Почему мама привезла мне наркотик? Да, чтобы меня после очередных побоев милиции и цыгане, и всех вот этих случаев, там, кто оттуда за грант. Ей проще было сесть самой, ее никто не обижал поехать к тем цыганям. Милиция ее не остановила, взять мне наркотик. Но она знала, что я, допустим, сижу дома и целая, знаете, очередной поход мог для меня кончаться очередными шрамами, переломами. Они очень жестоко поступали. С наркоманами всегда и везде, тем более милиция. Поэтому, когда до этого дошла, заплакала уже, я уже жить не хочу, они уже не хотят. Мне кололось для того, чтобы покушать, поспать, покушать, подышать, походить по комнате. Не для того, чтобы радоваться, и было в розовых очках, и меня что-то перло, знаете, допинг какой-то. А просто пожить. Наркотик, когда ты уже осознаешь, что тебе нужен наркотик для того, чтобы дышать, ну, я уже понял, а или, ну, не хотела жить уже так. Просто не хотела. Как тебя мама уговорила, и как она сделала так, что ты приехала сюда? Ну, к Виталии Ивановичу. Мама на работе услышала именно от какой-то ее сотрудницы, что у нее сын тоже, и у Виталия Ивановича полечился, и он помогло. Плов перевернуло твое сознание, Виталия Ивановича. Как твоя первая встреча произошла? С Виталией Ивановича? Так как я под наркотиком приехал к нему, по мальчику, качаринар, потому что без наркотика я вообще с дома не вышел. Проехала под наркотиком, и, если честно сказать, не могу вспомнить мой процесс лечения, потому что мне очень тяжело давалось. Я очень тяжелый был пациент, у меня любые капельницы... Ну, сумела взмолиться тогда, что-то осталось еще, да? Ну, я почему-то, мне показалось, что в этом человеке что-то какая-то есть. Вот последняя надежда у меня была на него, знаете, сколько я уже перевидала этих врачей, сколько всего. Почему-то у меня тоже что-то задело, да? Что-то ёкнуло. Он так говорил, не знаю, то ли его, нечуть не видит, то ли его голос, но что-то мне задело. Я поверила, что вдруг этот человек действительно, какой-то мне показался, может, энергетически сильным, что он, возможно, ну, в его силах, вот мне показалось, что в его силах он может. Какие моменты помнишь? Сеансы? А вот сеансы, уже когда прошли первые снятия, сняли абстинентный, абстинентный синдром, я вам скажу, уже начал общаться с психологами, начал приходить психолог. Я увидел, что люди хотят мне помочь, мне что-то говорят, они хотят тебе там внутри понять, что-то тебе... Знаете, такую к тебе проявили люди желание и заботу, что за эти мои 15 лет наркотиков, да, кроме от мамы, я такого больше никого не увидел. Знаете, мне показалось действительно, что они хотят. Думаю, то если люди за меня хотят бороться, что я не хочу даже сама за себя побороться, я в них поверил, как-то это все в кучу. Ихнее желание, мое желание, мамина Виталия Ивановича, нереальные вещи произошли. Помнишь, с какими мыслями ты шла? В трезвую жизнь? После всего этого пройденного. Ну, с какими мыслями шла? Наверное, я не помню. Меня пугало. Вот помню, пугало, потому что я не представляю. Вся моя сознательная жизнь, ну, что такое, до 13 лет? Вообще не мало, что помнило. Получается, в 26 лет вот вся моя сознательная жизнь, я под наркотиком была. Я не поймал, ну, как люди ходят. А что помогло вовлиться в жизнь в трезвую, вот после лечения? После лечения мы поменяли место жительства с мамой. Просто разница была в 5 километров. Мы просто саму квартиру сменяли. Каждый, это тот же ванна, та же кухня. Мне все, любое, это все напоминало о той жизни, потому что там все пропитано болью, наркотиками, эти, мы поменяли не потому, что это другой район, там, или еще саму квартиру. Знаете, мне каждая там энергия настолько быстро, чтобы не напоминало это. Да, вообще ничего, чтобы не напоминало. Ни соседей, ничего. Могло забыть вот эти ужасы прошлого, да? Так забыть, что даже, иногда хочу что-то вспомнить и не вспомню, даже при большом желании. Вот так мне хотелось уже от этого всего, как и не было. Забыть, не то, что даже забыть, мне эта жизнь показала. Даже до 13 лет, до того, как я употребляла, я не так ценила жизнь, я поняла, как после вот этот наркотик, а потом после, знаете, это каждое доброе слово, мне сказано, когда мне человек говорит доброе слово, я настолько ценю, знаете, когда я прохожу, и мне улыбнулся человек в больнице, я не сказал там, о, наркоманка пришла очередная, смотрите с ней осторожно, чтобы она ничего не украла. Меня это так радовало, меня так это было приятно, мне так было приятно, когда люди даже, некоторые узнавали, что я бросила, столько лет кололась там, бросила, и там поздравляли меня, искренне верили, там молодежь, у меня так это, ну как, как я могу, эту жизнь, как я могла, поменять. А когда сталкивалась с недоверием, все равно же было, это недоверие. Было, было, было недоверие, не все люди, к сожалению, знаете. Как складывается, работа, жизнь, общение. Прекрасно, все это у меня настолько, знаете, я с детства мечтала все время провести свою жизнь, соединить с лошадьми, с животными, какими-то, и вот сейчас я могла, наконец-то, реализовать свои все мысли, я могу ходить, заниматься, и с лошадкой, у меня есть и своя лошадь. Ну, лошади и животные меня, в общем, тоже вдохновляют, очень сильно вдохновляют, поэтому, эта жизнь, ничем не сравнится с той. То есть, ты сейчас пришла к любимой работе. И к работе. И мне показалось, что я, видишь, ничем не сравнится с той, как будто бы, чуть ли даже не слезинка, да? Я держусь, я вам скажу. Вообще, раньше я не могла даже рассказывать спокойно, я старалась избегать этих разговоров. Мне даже было противно за себя вспомнить. Спасибо, что ты рассказываешь это, и переживаешь, и говоришь. Переживаю, потому что, я надеюсь, знаете, когда я первый раз слышал про эту поликлинику, вот мне мама на нее говорила, да, я думаю, ну, это очередные там, те же диспансы, это же очередные те же все врачи, и все, все это такое же очередное, и насколько я понимаю, что это был последний шанс. И если мое, люди, которые меня смотрят, ребят, если у вас хоть, вот, может быть, это последний шанс в жизни в этой, но вот его надо, за него надо схватиться, потому что я за него схватилась и висела вот так вот на последней ниточке. И вот если мой, меня ничего не остановит, если хоть один человек что-то задумается, над моими словами, или какой-то себе вывод сделает, я буду благодарен, потому что, чтобы благодарить врачей эту больницу, я уже думала, может им там что-то купить, может им что-то подарить. Ну, чем я, мне дали жизнь подарили вторую, чем я могу отплатить людям, я не знаю, я бы могла дать всю езду с него, я бы принесла вам, чтобы она у вас тут горела, и вы, чтобы у вас энергии никогда не заканчивались. Своё сияющее лицо, самая, наверное, главная звезда, которую может увидеть Виталий Иванович, который помог тебе. Вот это, наверное, самая главная звезда, которая его согревает. Ты сказала, сомневающиеся, которые не верят, ну, не в клинику, или какую-то программу, они верят в собственные силы, в то, что они смогут. Вот что бы ты таким людям сказала? Некоторые очень сильно боятся, что они не смогут без этого. Вот что бы таким, который сомневается в собственной силе? Никогда не сдаваться, ребят, никогда не сдаваться, потому что наркотик – это смерть. И к ней, ну, вы всегда, ну, я не знаю, даже как донести, как же душа разрывается, это доказать и показать, и как это рассказать, и как подобрать слова людям, ну, это шанс. Вот каждый день трезвости, он на что похож? На какой образ? Вот на что? Как на что похож? На жизнь она похожа, это жизнь, а то смерть. Вот две вещи, жизнь и смерть, понимаете? Ну, как я вам могу? Мне мимо ходило, мимо одного, по снегу, 13 лет, под наркотиком, по снегу, я его не видел, я не слышал, как он хрустит, я ни разу не слепила снежку, он мне только мешал дойти до цираний, мне только было, тяжело идти по сугробам, сейчас я вижу снег, вот я пришла, одержу, мне уже хочется поехать в село, взять собаку, какие-то санки, куда-то покататься, снег по-другому, я воспринимаю, абсолютно снег. потому что все живое, эмоции живые, ощущения живые. Конечно, отдыхайтесь за этот последний шанс, может он действительно быть последним шансом в этой жизни вашей, поэтому, и Виталий Иванович, это не просто врач, для меня он лично Бог, вот я сколько буду жить, столько буду молиться в церковь, и за этих врачей, и за эту больницу. Дай Бог вам, и Виталий Иванович, и всей этой больнице долгих лет жизни, энергии, чтобы вы могли еще помогать вот так людям. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Вика, за твою смелость, за твою открытость, и за твои теплые слова, и самое главное, за твоё сияющее лицо, за то, что ты в трезвости, спасибо тебе. Спасибо.